Я просил сейчас, потому что у меня ещё свой график. Я хотел бы о взаимодействии поговорить, например, Государственная Дума и ЗАГС Собрания. Лет 20 назад приезжаю в ЖЭС, к Удмуртию, звоню, хочу выступить перед депутатами. Нет, не будешь. Волков, он уже покойник, не будем о нём говорить. Хорошо, Кировская область, Быков, года три назад, партия, 8 депутатов. На улице, ни кабинета, ни стула, ничего не даёт. Что это такое? Год ушёл, дали. Но это же противостояние. Мы же его критиковали, поднимали вопрос, где сейчас Быков? Нет его. Сейчас у нас проблема в Владимирской области. Наш губернатор, и идёт блокировка, саботаж. Что бы он ни сделал, ЗАГС Собрания всё блокирует. Вносит в ЗАГС Собрание сократить должность. Нет, не будет. Слушайте, ему же лучше знать. У него это лишняя должность. Но назло. Нет, ты не будешь сокращать её. Это же не годится. И по всем позициям это идёт. Значит, праздник области, 44-й год, 75 лет. Никто не приходит. Ни федеральный инспектор, ни мэр города, ни председатель ЗАГС Собрания, главы районов. То есть вот такое вот. Зачем это вы делаете? Это же страна наша. Какая разница губернатор какой партии? Какие из депутатов ЗАГС Собраний? Мы работаем на страну. Работаем на все регионы. У нас голосование вот прошло в бюджет. Две партии поддержали, две не поддержали. Всё. А дальше-то должно идти. Поэтому надо, чтобы было взаимодействие. Чтобы депутаты Госдумы работали хорошо в регионах. А где Владимирсков из два депутата Госдумы? Ничего не делают. Даже на встречу с губератором не пришли. И не надо делать ставку, что вам удастся сожрать Сипягина. Он будет там долго работать. И этот срок до конца, и второй срок будет работать. И надеяться, что вам кому-то удастся его убрать, а сами встать, не думайте об этом. Идёт почти во всех регионах замена смешанной системы. Меняют пропорцию. По партийным спискам 25. А 75 в округах. Не получится ничего. Вы взорвёте страну. Каталония будет. Владимир Владимирович, можно по повестке нашей работы? По повестке я знаю, о чём говорить. Это работа ЗАГСобраний, так сказать. Это вот и проблема, что вы мне ещё будете учить повестка, не повестка. Я к кому обращаюсь? Владимир Владимирович, мы вам слово дали, но мы бы хотели, чтобы всё-таки в рамках этих тем, которые мы обсуждаем, вы что-то выискали. Ирина Анатольевна, у вас нет никакого ни морального, ни юридического права меня учить, что мне делать. Понимаете? Даже Медведев не будет учить. Я вам говорю ещё раз, Киселёв, мы добьёмся роспуска ЗАГСобрания Владимирской области. А вас будем арестовывать. Дальше я хочу сказать по-другому. Не надо вскакивать. Приезжайте ко мне. Пожалуйста, по повестке дня у нас с вами дети войны. Губернатор выносит постановление в пользу детей войны. Вот представитель комитета сидит. Отвергают. Мы, говорит, закон примем. А дети войны будут ждать, что ли, с закона? Подождите, я не о вас говорю. Вот видите, вы нервничаете, потому что вы виноваты. А что вы не приехали? Я говорю в открытую. За зале заседания. Президенту скажу об этом на ближайшей встрече. Не надо нервничать, надо встречаться. Приезжайте сюда. Губернаторы ваши приходят к нам. А вы почему не приходите к нам? Через мой кабинет прошли все вице-премьеры. Все министры. Все губернаторы. Я же об этом и вышел сказать. Взаимодействия нет. Возьмите Липецкий область, чтобы Киселёв успокоился. Фальсификация выборов. 184 голоса сняли у меня в прошлых выборах. И отдали президенту. Это что такое? А если на всех 100 тысяч округов у нас 100 тысяч комиссий? 18 миллионов сфальсифицировали? Это кто делает? На местах делают. Это делать не нужно. Вы не видите обострения обстановки. Вы видите, что на Украине. Потом еще один момент. И последний. На местах в ЗАГС собрании, если избраны депутаты от другой партии, то ни губернатор, ни председатель ЗАГС собрания не имеют права указывать, кто будет оформлен на штатную ставку. Вот в ЗАГС собрании Ставрополье у нас две платных штатных единицы. Зарплата есть. И зампредседателя. Так они решают. Владимиров и Яковов решают, кто будет зампредседателя Краевого собрания. И кто, так сказать, будет получать деньги. Вы что делаете? Вы вмешиваетесь в деятельность другой партии. Это авантюристы-проходинцы. Мы их исключили из партии. И они этим авантюристам, у них криминальные дела. Их нужно сажать. И Дроздова с женой, и этого Сысоева. Наши депутаты. Я не говорю про губернатора. А они их покрывают. Какое будет отношение к губернатору, председателю ЗАГС собрания, который прикрывает жуликов от ЛДПР? Самое плохое. Так зачем вы это делаете? Это было в Липецке, Ставрополь и вот саботаж в Владимирской области. Поэтому я хочу, чтобы было взаимодействие у нас. Я вам говорю еще раз. Я приезжаю в Ижевск, хочу выступить. У меня не было никаких проблем. Просто выступить. Поговорить с депутатами. Нет. Коммунист Волков сказал нет. Слава Богу, Тулеев дал слово, собрал депутатов и население в здании ЗАГС собрания. Поэтому мы должны... Нельзя сегодня... Посмотрите, что происходит. Вы говорите по делу. Разве можно полномочия у областной администрации по земле, по строительству отбирать, спускать вниз муниципалитеты? У них же денег нет. Вы жалуетесь, что вам денег не хватает? Так специально делают так, чтобы в Владимирской области не было строительства. Деньги в области, полномочия на селе. И кто будет делать что? Как можно дорогу вести от этого села до другого? Как можно дома строить, если это все будет на уровне районов? То есть это в чистом виде помешать. У нас с вами президентская республика. Мешать, работать губернатором не надо. Это не я должен вас просить не мешать. Это должны вас просить ваши полномочные представители. Так вот, на местах некоторые из ЗАГС собрания, некоторые депутаты мешают губернаторам нормально функционировать. Поэтому я призываю к тому, чтобы было взаимодействие. Не хотите, чтобы это было в зале из здания Государственной Думы? Вы меня не остановите. Я и там буду все это говорить. Здесь приходите к нам. Ни разу ни один представитель ЗАГС собрания не пришел в мой кабинет. Хотите к вам? К вам приедем. Приезжаем, вы не даете нам возможности с вами участвовать. Мэр Владимира не дает возможности провести ни одного митинга, ни одного пикета, ничего. Это что такое? Второй год. Тоже его не критиковать? Его под суд отдать нужно Шохина. И там занимается им уже и ФСБ, и Следственный комитет. Я поэтому говорю и заканчиваю. Давайте взаимодействовать, встречаться. И со многими председателями ЗАГС собрания и губернаторами нормальные отношения. Вот Владимир, Липецк, Ставрополь я вас выведу на чистую воду. Все трое пострадаете. Все трое закончите раньше ваши полномочия. А остальные, 82, отлично работают, Ирина Анатольевна. Хорошо работают. И везде взаимодействие с Единой России, и с коммунистами, и все. Но три. Владимир, Липецк и Ставрополь я вас уничтожу. Продолжение следует.